Всем привет! Второй тур Пари Кубка России по пляжному футболу. Мы ведем свой эфир из центра пляжных видов спорта «Динамо». Здесь на втором поле сегодня сойдутся команды группы «Д». Это «Спутник» и «ЮМР». Сканчивается второй тур. Эта игра началась. Мы погружаемся постепенно в ход событий. И сразу начинается все с гола «Спутника». В первой же атаке они забивают. Игорь Житецкий. 2-0. И это помогло сохранить мяч. Ну, в общем, все по делу. Житецкий пробил. Точнее, проткнул мяч партнера. Житецкий бьет через себя выше. Сразу на чужую половину. Красивый обыгрыш. И удар. И было очень опасно. Но точности не хватило в этом. Далеко вышел Филатов и вытащил один удар. Потом и добивание потащил. Савченко. Ногами отбивает Максим Марченко. Продолжают они давить. Отбирают мяч. И Житецкий. Забивает третий. Ну, к этому и шло. Совсем какой-то разлад начался. Максим Марченко. И Марченко туда его, вперед. Но все безрезультатно. Житецкий. Подача на дальнюю. Удар. Марченко спасает свою команду, выбросившись к ближней штанге. Песок попал в глаза Тарабрину. А может быть, какой-то удар он неприятно получил. Но Спутник все равно атакует. Почему-то им никто не подсказал, что надо мяч вывести. И Спутник мог четвертый забить. Болгов. Бьет в левый угол. Как четко. Тут уже ничего не мог сделать. Простая передача. Двое выходят. Удар через себя. Дали здесь Мануйлову пробить. На самом деле, могли бы и поближе подойти. По мощности все понятно было. Марченко. Хороший удар от своих ворот. Включил он Филатова в игру. Сразу мяч. Ах, если бы Гурин протолкнул его дальше. Болгов опережает вратаря и остается на ногах. Остается. Сначала на четвереньки упал, но встал на ноги. И шикарный удар Болгова. В перекладину мяч попал. Добивания не случилось. Там Гурин был рядом. Но он этот мяч не достал. Марка этого матча. Протащил мяч Моисеенок. Но нарушение было раньше. Не попал ли там. Та же смена, что и в прошлый раз создает больше всего моментов. Но разве что Житецкого здесь нет. Ой-ой-ой-ой. Какой дальний удар удается сейчас вратарю. УМР Максим Марченко. Да, нарушений много, но и игра жесткая. Удар через себя. И от перекладины за поле отлетает мяч. Но кто же это мог быть? Это, конечно, Игорь Житецкий. 21 секунда до конца третьего периода. Еще один удар через себя. Марченко в сторону отбивает. Как учили. Все четко. Вопросов, чем в предыдущем эпизоде. Житецкий его придерживали. Кирий упал. Житецкий сделал передачу. А точнее пробил в голову партнеру. Еще один момент. Пустой угол был. Марченко не успел переместиться. И не попадает Антон Акулич. 17 секунд и 1 десятая. Нет, это на самом деле довольно много времени. Болгов против Филатова. Болгов четко под перекладину. 3-3. ЮМР сравнивает. Падает там Житецкий. И звучит... Что раньше вот было? Свисток или сирена? Похожая сирена. 3-3. Впереди дополнительное время. Передача вперед. На поле появился Алексей Зинин. Зинин пытался бить через себя. И напрыгнул. Напрыгнул на него соперник. Да. Удар. И прошивает этот удар Алексея Зинина. Максима Марченко. Блиставшего сегодня по ходу игры. Забившего. Но в этот супер важный момент не сумевшего свою команду. Плохой вот от Марченко. Нужно придержать мяч сейчас Гусакову. Налетели на него. Житецкий. Ну и все. 4-3. Победа спутника в дополнительное время. С чем мы их и поздравляем. Самарская команда. Пусть и не в основное время. Но одержала вторую победу по дре. Продолжение следует.